Она уже отыграна, сейчас начнётся второй план. И песня называется «Мать России». По названию этой песни назван наш альбом и наша вся программа. Ну, пожалуйста. «Мать России» 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 «Morning России» «Morning России» «Morning России» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень хорошая передача. Спасибо большое. На протяжении нескольких выходных я смотрю это дело все. Ну, прекрасно все. Замечательно. Наверняка у вас найдутся слова и для Николая. Николаю, да. Николай, у тебя очень хорошая команда. У тебя очень хорошая музыка. Романс, рот. Все прекрасно. Николай, вот скажи мне. Судя по всему, ты с нами пишешь музыку. Ну, я могу сказать, как происходит наш творческий процесс. Нет, нет, послушай дальше меня. Да, да. Ты вот, когда все закончишь, определенный этап, допустим, ты удовлетворен своим телом или нет? Конечно, удовлетворен. Тем более, что у нас вышел альбом совершенно недавно на ферме Polygram Records. Я думаю, что у вас скоро появится возможность его просто купить и весь послушать. Николай, большое спасибо тебе. Спасибо огромное. И вам, Игорь, чувствуется. Игорь человек настойчивый и добивается... Ну, парень серьезный. Да. Это сразу видно. Послушаем Валерия из Магадана. Валерий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Мальчик. Доброе утро. Кто к этому относится и какую он сам считает музыку играет? Западную, восточную или какую-либо вообще другую? Спасибо. Да марсиане мы... Что тут говорить долго-то? Дело в том, что не бывает вообще музыки для какой-то определенной нации. У каждой национальности, у каждой нации, у каждого народа есть просто своя какая-то музыка, исконная какая-то, в которой как бы корни этого народа, этой нации и там, я не знаю. А музыку, когда ее пишут музыканты, границ тут нет никаких вообще. То есть вот эти... То, что мы поем романсы в первом отделении, я эти романсы пел в Америке. Я пел их для американских слушателей. И стоял просто в стон, и очень нравилось людям. Просто перед тем, как их петь, я делал такой легкий перевод, и они вроде понимали, о чем романс. И им очень нравилось, они говорят, это настоящее, наверное, русское искусство. А когда мы... Я думаю, что нет никакого смысла объяснять, что рок-н-ролл в принципе должен звучать на английском языке, если это как бы вот относится к рок-н-роллу, потому как здесь очень много связано с текстом, связано с его ритмикой. Поэтому мы как бы рок-н-ролл сейчас поем на английском языке, но будет сюрприз. Вот об этом сюрпризе, я думаю, сейчас Дима Четвергов скажет. Можно, да? Да, конечно. Ну, ситуация такая сложилась, что все-таки одну песню мы сделаем на русском языке, это будет шейк, как Коля сказал, у него зародилось такое слово «балалайка-балала». Не знаю, что из этого получится. Вся сложность, опять же, вот я говорю, сейчас констатирую Колю, вся сложность уложить в рок-н-ролл, уложить русское слово. Балалайка-балала, нет ни р, ни ш, ни ч, может что-то получится. Замечательно, может сделаем это прямо сейчас, Николай? Балалайка-балала. В принципе, как бы не готово, но сейчас нет. Нет, ну нет, сейчас нет. Не хочется продавать, а еще кто-нибудь возьмет там, раз, и песню сбондит. А почему и нет? Ну, у нас же плагиат, знаешь как, бастренька-бат, сбондели и написали уже, а мы там, да мы придумали, а уже все, до свидания. Дело в том, что наоборот, что касается авторских прав, то вы их сейчас можете зафиксировать этим эфиром. Николай, может быть, сделаем это все-таки? Так, песню Балалайка-балала написала группа Николай. Все, пацаны, никто в чем не играл. Услышим ли мы ее? Услышите, услышите обязательно. Это будет Миньон, где будет две песни на русском языке, то есть рок-н-ролл на русском языке, еще два романса. А с чем связаны сложности именно исполнения в нашем эфире, Николай? Я все-таки... Ну, она просто не готова к песне, она как бы еще находится, вот на портостудии ее набросали, напели, там еще текста нет, откровенно говоря, есть только припев вот этот. А в таком случае что-нибудь еще на русском языке можно будет исполнить? Ну, у нас в программе больше нет ничего, откровенно говоря, больше нет. Вот три романса и пока это все. Вас, Николай, голыми руками не возьмешь. Прошу вас. Да. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Мерси», ее можно перевести в данном контексте как снисхождение. Снисхождение девушки к юноше, такие вот дела. Мужчины иногда, они зарубаются, они занимаются своим делом, не забывают про свое любимое. Но он как бы всегда говорит, что это ей на благо делается. Появился подстрочный перевод, спасибо, Николай. Вот, и я как бы это объясняю. Вот песня, в общем, называется «Мерси». 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так получилось, меня все время тренируют, тренирует меня моя жена. Сейчас я на раздельном питании. Я сам не понимаю, что это такое, мне просто дают, я ем, и все на этом заканчивается. Все на опознание в понятии беспредельное, как бы отдельное питание. Просто дают, говорят, это ты должен есть. Я говорю, невкусно. Все равно ешь, так надо. Но это узнаваемо, что это такое? Это каким-то образом связано? Не, ну выглядит это так, что это еще никто не ел. Это связано, вот, изменение отношения к телу с жизнепроживанием в Америке? Или это... Плохо услышал. Это связано с изменением, я имею в виду, отношения к собственному телу после жизнепроживания в Америке? Или это совершенно разные вещи? Это совершенно... Я сам ничего не понимаю, почему это так происходит. Просто вот у меня есть тренер такой, это моя жена. Вот она меня тренирует, опыты на меня проводит, а я, как бы, вот такой вот, я музыкой занимаюсь. И, как бы, некогда думать, там, можно есть колбасу, например, там, я не знаю, с макаронами или нет. Я ее бы слопал, конечно. Мне просто сейчас не дают ее. Послушаем Людмилу из Магадана. Людмила, доброе утро. Алло. Людмила, вы нас... Да-да-да, прошу вас. Алло. Доброе утро, Максим. Доброе утро. Спасибо тебе сегодня за открытие мое. Я впервые слышу группу Николай. Мне очень приятно его слышать. Он играет любимую мою музыку. И у меня такое пожелание к нему. Явно, что на гастроли в Магадан он не попадет. Но вдруг будет на Аляске. Тут совсем рядышком. Николай, пожалуйста, приезжайте к нам. Как не попадем? Обязательно в Магадан приедем. Первый город, куда мы поедем, это будет в Магадан. Ну, а я думаю... Вопрос. Где вообще гастроли проходят в вашей группе? Кроме Америки. Спасибо, Людмила. Ну, в Америке они вообще сейчас не проходят. Ни у кого такое. Николай, я думаю, один из способов попасть сейчас в Магадан, это исполнить что-нибудь из своего. Я благодарен вам за участие в нашей программе. Спасибо, громадные ребята. К сожалению, наше прямое эфирное время подходит к концу. С вами был телеканал «Подъем» и слушаем группу Николая и Николая Носкова. Да, тем более песня называется «Беспредельная любовь». «Беспредельная любовь». «Беспредельная любовь». «Беспредельная любовь» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok